Всем здравствуйте. Посмотрите какая богатая осень сейчас. Груши конечно куплены, а виноград свой. Верхний это наш виноград. Это соседка Люсичка дала. У нее такой виноград очень вкусный. По-моему Лидия, но мне очень нравится. Я компоты с него делаю. Это наш виноград. Правда уже сорвали немножко зеленоватым. Видите чуть-чуть вот чуть-чуть бы, чуть-чуть бы еще. Но у нас уже пошли дожди. Груши конечно же куплены, а так виноградик Украина, город Киев свой. Показать, что не нужно расстраиваться, если у вас что-то не получается в приготовке. Вот хочу показать как у меня в этом году. Это вторая порция. Первая порция хорошо пошла, а вот смотрите что получилось со второй порцией варенье слива в шоколаде. Я его не перетирала. Ничего. Просто варила. Видите что получилось. Вот такая слива. Получилась не венгерка, а наверное обычная слива. Хотя на вид была хорошая слива. Это тоже вкусная слива. Очень была вкусная. Но долек не получилось. Вон какие-то шкурки. поэтому я думаю, что у многих хозяев вот просто купили не ту сливу и не получилось сейчас. И не получилось. Поэтому не расстраивайтесь. Сейчас возьмем блендер и все мы исправим. Вернее как. Уже конечно не будет у нас. Не будет у нас такая слива дольками. Хотя я вам скажу, венгерка она тоже. Она там тоже нужно угадать сроки созревания. Зеленая плохо. Сильно спелая тоже плохо. Так я беру блендер и взбиваю. Разбиваю сливу. Все то же самое как я делаю томатное пюре. Опять же упираемся в блендер, то есть погружной блендер поставили в кастрюльку. Не вынимаю никуда. Главное, чтобы оно было холодное. Эта масса была холодная. Включаем блендер. Не отрываю от дна. Будем взбивать. Разбивать. Измельчать. Остановили и немножко так возьмем и так как бы перемешаем. Слива немножко туже идет, потому что это не помидор. Ну и потом здесь же сахар. Какао уже есть. Включаем опять. Вот когда уже более-менее масса такая однородная, теперь можно чуть-чуть включить. Включить, вернее не чуть-чуть, а включить нужно. И чуть-чуть поднимем. Где-то на сантиметр. От дна. Не все, потому что если вы поднимете, может расплескаться. Варенье разлетится по всей кухне. Смотрите, какая хорошая масса получается. Вот. Как соус получается. Шоколадно-сливовый соус. Я вам скажу, не хуже, чем дольки. Почему? Потому что это как подливочка. Оладьи, блинчики, на мороженое, на творог. Ну, универсальный соус. Сладкий, конечно. Сливовый шоколадный соус получается. Так что не отчаивайтесь, если у вас что-то не так вышло со сливой. И до кипения доведем. Потому что мы же все-таки его блендером взбивали. Доводим до кипения. Ну, может быть, 2 минуты прокипит. Это, кстати, вот столько ушло влаги. Минут 2-3 покипит. И в баночки разливаем. Ну, очень вкусный. Посмотрите, какой соус. Это он сейчас холодный. Я еще огонь не включила. Он сейчас будет греться и будет пожиже. Так что не бойтесь. Помешивать нужно, конечно же. Покажу вам калину. Смотрите, нас вчера соседка Лена угостила калиной. Все угощают нас, да? Вот такая калина. На даче были и привезли калины немножко. Я покажу, как я ее готовлю. У нас заготовки еще продолжаются. Помидоры. Вон. Я говорила, у нас октябрь сегодня. Помидоры, томатное пюре делаем. Орешки привезли. Орехи начали падать. Вот эта корзинка. Вот эта корзинка, смотрите. Помните, я вам показывала ее. Она такая огромезная. Но литров, наверное, 20. Орешки падают сухие пока. Мы вчера успели до дождя собрать. Поэтому вот это снимать будем. Мыть не буду. Подсохнуть немножко. Вот столько. Вот такую. Сеточку эту снимать буду. А мыть не буду. При желании. Можно потом помыть. Вот когда будете начинать чистить. Если вам будет неприятно, что они по земле. Нет. Когда бывает мокрое. Ну, сейчас вот у нас сегодня. Целую ночь шел дождь. И, конечно же, орехи могут упасть уже. Если не на газон упадут, не на траву, а где-то на землю, то будут грязные. Соответственно, их надо мыть. И я потом просушиваю в теплой духовочке. Не жарю, не прожариваю, а просто просушиваю. Эти орехи сухие. Мы сухие собрали. Поэтому, при желании, потом. Вот хотите, потом помоете. Перед тем, как будете кушать. Помыли, высушили, почистили. Будет время, я покажу, что я с ними готовлю. С орехов, что я готовлю. У меня на канале есть кое-какие рецепты. Я еще буду показывать, как я хороню, что я с них делаю. Вот. Вот такие орешки. Так что осень у нас в полном разгаре. Как и у всех. Вот грязные. Датьяне грязные, это, кстати, не грязные. Это шелуха плохо отстала, видите. Все, орешек чистенький. Так что пока вот так. Но я же говорю, у нас сегодня уже дожди. Все, баночку одну наполнили. Посмотрите, какое. Ну, прямо сливово, шоколадная нутелла получается. Очень вкусно. Может даже и хорошо. Может кому-то понравится не делать дольками, а сделать такое вот чудо. Так что, все можно исправлять. Я, конечно же, ссылочку оставлю на это варенье, слива в шоколаде. Вот, мои хорошие, смотрите. Получилось у нас, у меня было здесь полтора килограмма сливы. Получилось семь баночек. Баночки эти 200 граммовые, это от детского питания баночки. Вы не смотрите на крышки. Баночки просто очень удобные. Вот они, очень удобные баночки. И я в них почти все закрываю такое. Очень удобно. Мы вдвоем с мужем открыли баночку. Съели. И не нужно долго с ней возиться. Смотрите, это остаток. Ну, то есть, то, что не вошло в банки. Ну, и все равно сейчас тоже хочется вкусностей. Вкус шоколада. Вкус сливы и шоколада. Очень вкусно. То есть, мне даже больше это нравится. Ну, потому что я люблю блины, оладушки, творог, мороженое. Все это я люблю с подливой. Посмотрите, какая красота получилась. И детишкам понравится, и нам, взрослым тоже. Вот, поближе поднесу. Смотрите. Вот так вот. Видите, какая однородная масса получается. И вкус изумительный. Скажу вам рецепт по-быстрому. Я просто это варенье слива в шоколаде готовила. У меня там 4 минуты видео всего. 4 минуты, коротенькое видео. Там все рассказано, как делать. Но, кто не хочет заходить, скажу. Там рецепт как? Рецепт. 2 килограмма сливы, килограмм сахара, 5 столовых ложек какао, 2 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар, как хотите. Можете класть, можете не класть. Но, рецепт я вам сказала. У нас получился сливово-шоколадный джем. Сливово-шоколадный соус. Ну, соусом не назовешь, потому что, видите, какая густота. И при том, это она еще теплая. Еще теплая, теплая. Ну, прям нутелла. В скобках, конечно. Ну, очень вкусно. Как заменитель шоколадной нутеллы, может быть. Как говорят, имеет место быть. Попробуйте приготовить. Я думаю, вам понравится. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok